Уже завтра в Ханты-Мансийском районе начнется этнофестиваль Югорские обласы. Сейчас в поселке Шапша идут последние приготовления к большому празднику. В центре внимания будут гонки на обласах. О том, как готовились к соревнованиям и с какими сложностями столкнулись организаторы, выяснил Дмитрий Пришвицин. Главным соперником у спортсменов является вода. Убывающая вода. Я сейчас нахожусь в протоке, где изначально планировали провести гонки на обласах. Но буквально за несколько дней уровень воды упал настолько сильно, что плавать здесь практически невозможно. А по уровню грязи, по которой я сейчас хожу, можно в этом убедиться. Затем точку старта перенесли на стоячую воду, но и там уровень воды стал критическим. Сейчас соревнования планируют провести на самой реке. Но здесь есть тоже свои нюансы, так как спортсменам какую-то часть дистанции придется плыть против течения. С старта будут уходить по течению и возвращаться к финишу, будут вторую половину дистанции против течения. То есть здесь уже мастерство зависит от мастерства. Кто сможет преодолеть ту часть против течения, процентов на 80 будет победителем. Самое главное, чтобы не было волны, ветра сильного против течения. А все остальное, я думаю, терпимо. Скоро на воде появится разметка. Бойками будет выделен 500-метровый круг. Если женщинам и детям предстоит один раз бросить вызов течению, то вот мужчинам дважды, так как у них дистанция составляет 1 километр. Понаблюдать за этими баталиями можно будет как с трибун, так и просто стоя на берегу. Кто-то будет стоять, кто-то будет сидеть, поэтому по возможности привезли трибуны, поставили. Вернее, их расположат согласно схеме. Я думаю, будет комфортно, красиво. Сделали нам хороший берег нормальный, потому что здесь постоянно выкатывались лодки, здесь были колеи различные. Сейчас берег уравняли, сделали дорогу, сделали хорошую обводную с помощью грейдера. Завезли песка, где мы прямую дорогу, где пойдут все люди на площадку, сделали тоже нормально. Со своей стороны мы тротуары застелили, отсыпали. То есть, если даже на случай дождя, никаких казусов у нас не будет. 30 секунд у воды, и я в одеянии из мошек. В таком костюме из кровососущих рискуют оказаться участники гребли на облосах, и те, что в лодках, и те, что на берегу. Но все же избежать назойливого внимания от кровососущих можно. И организаторы нашли способ избавиться от мошкары в дни проведения соревнований. Ну, ремпелентами стоит запастись, их можно будет приобрести в месте проведения мероприятия. Но мы предусмотрели максимум мероприятий для того, чтобы снизить вот этот негативный фактор на этнофестивале. Мы выставляем пять пушек газовых, которые рассчитаны на очень большую территорию. Завтра заправляют баллоны, выставляют. Специалисты приезжают, и полностью специалист будет дежурить два дня здесь с этими пушками. Помимо этого, сегодня вечером будет произведена обработка от мошки, дополнительно от мошки, от комаров. Вот акарицидная обработка уже проведена. В этом году спортивную составляющую праздника дополнит образовательная и культурная программа. Это позволит вовлечь югорчан в мир культуры коренных народов Севера. Для посетителей этого грандиозного события у нас будет установлен шатер движения, первым в котором будет проходить ряд мастер-классов. Мастер-классы будут по приготовлению куколки Акань, по изготовлению украшений из бисера. Будем готовить вместе с нашими участниками обереги. Большой этнофорум привлек спортсменов из других стран. Этот турнир примечателен тем, что в облоса сядут участники из Индии, Турции, Ирана и стран Африки. Они выявят сильнейших как в личном, так и в командном первенстве. Дмитрий Пришвицин, Владимир Дадыка, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.